Всем огромный привет! Меня зовут Яна, я рада видеть вас в своем очередном видео. Сегодня мы будем с вами делать макияж, болтать, обсуждать бренд, потому что сегодня у нас только один бренд на обзоре, это российский бренд Lamelle. У меня насобирался целый контейнер различных продуктов от данного бренда, что-то есть новинки, что-то у меня было, что-то я прям люблю, обожаю. Какие-то продукты у меня под сомнением, под вопросом, что-то я уже тестировала, и даже некоторые продукты мы с вами вместе тестировали уже на канале. В общем, сегодня мы с вами делаем макияж, тестировать новые продукты из линейки Lamelle Medusa. У меня никогда не было тона, например, от Lamelle, поэтому сегодня мы будем с вами тестировать и тон от Lamelle. Покажу, что я прям обожаю-обожаю у данного бренда. В общем, у нас сегодня с вами такое легкое летнее болтательное видео, и заодно протестируем целый бренд. Ну а прежде чем мы начнем, как всегда, хочу спросить подписаться на мой канал. Это помогает его развитию, мотивирует меня для съемок новых видео и поиска новой интересной информации для вас. Также не забывайте нажать колокольчик, чтобы всегда в курсе выхода моих новых видео. Буду вам благодарна за лайк под данное видео. И также комментарии. Напишите, пожалуйста, что вы обожаете у бренда Lamelle. Что из того, что вы обожаете, но нет в этом видео. Хорошо, посоветуйте мне что-нибудь. Сейчас бренд Lamelle хорошо представлен у нас в Золотом Яблоке, и прямо сейчас там есть скидки на бренд Lamelle. У нас Lamelle до этого был представлен в Миле, поэтому там можно найти что-то. В общем, в принципе, бренд для нас не совсем новый, но у нас не так много продуктов, и не все представлено у нас в Беларуси. Про это мы поговорим даже чуть-чуть попозже. Ну, давайте мы будем уже начинать. Я все-таки хочу вам показать, что я собирала вот в этот контейнер, потому что здесь есть какие-то интересные продукты. И сразу, чтобы вы понимали, что мы будем сегодня с вами тестировать. Посмотрим. Может быть, нам понадобится, может, нет. Но это мы уже с вами тестировали. Это такая тушь для бровей и такая вот матовая помада такая, да. Но мы их тестировали, и я осталась недовольна, поэтому не знаю. Вот такой вот новый, в общем, в итоге оказалось... Я думала, что это помада, а в итоге это оказался такой вот бальзамчик для губ, но немножко тинтует он, да. Попробуем с вами. Дальше. Есть у меня вот такая вот маленькая палеточка ультрафиолетовая. Не знаю, может быть, сегодня понадобится, а может быть, нет. Румяна. О, не румяна, да. Написано, что румяна на такой оттенок. На самом деле, это хороший скульптор. Очень популярный у Lamelle скульптор. Сухой. Но у нас сейчас будет еще и скульптор в стике. Карандашина. Собирала, что у меня есть из интересного. Дальше. Палетка Lamelle Medusa. Давайте я вам ее покажу. У меня сегодня настроение либо розовое, либо нейтральное. А здесь, конечно, можно даже сделать интересный макияж. Если палетка будет неплохая и мне понравится, то я в каком-нибудь видео еще с вами протестирую. Это праймер, но он у меня в ежедневной косметичке. Тут у меня есть что вам про него сказать. Консилер. Инстаграм. Вот эти стики из линейки Lamelle Medusa. У меня румяна. И скульптор сегодня с вами протестируем. Карандаш для бровей. Вот такой вот закос подриану. Так, я уже сказала, что я никогда не пробовала тональные средства от Lamelle. Поэтому сегодня буду впервые пробовать. Вот оно такое у меня. И хайлайтер. Хайлайтер у нас вот такой вот. Это очень популярный хайлайтер на самом деле. И я... У меня он тоже есть. Так, все. Давайте будем начинать, потому что разговаривать можно очень долго. У меня на губах есть бальзам. Сейчас я его сотру. У меня был белорусский бальзам. Лор, который я вам в последнее время все советую. Он мне нравится. Но я уже от него подустала. Давайте попробуем вот этот. Мне не смущает, что он тинтует. Видите, на руке он все-таки таким становится более розовым. Ну, давайте. Я сегодня привижу у нас матовые губы. Поэтому давайте все-таки нанесем что-нибудь. Так, пока выглядит это вот так. Надеюсь, что через некоторое время я не буду мальвиной у вас здесь сидеть. Потому что все-таки цвет проявляется. Но посмотрим, что будет. Твердый. Сам вот такой твердый бальзам я не очень люблю. Все, давайте будем начинать. Начинаем с праймера. Как я уже сказала, этот праймер у меня есть. Я им давновато. Я им пользуюсь. Он вот такой вот прозрачный белый. Ну, как пользуюсь. Я им то пользуюсь, то его забрасываю про него. Забываю напрочь. Потом вспоминаю, что у меня же есть праймер от Lamelle. Может, его все-таки стоит использовать. У меня сейчас ладья кожа вообще в не в лучшем состоянии. И я максимально стараюсь вообще больше налегать на уход и не так сильно тестировать много различной косметики. Потому что у меня было просто вот пару дней, когда я тестировала все подряд на себя, красила, мазала, снимала видео. И моя кожа мне сказала пока. Поэтому сейчас я так в ежедневном таком уходе вообще очень редко пользуюсь праймерами. В общем, я вам скажу, что этим праймером я пользуюсь достаточно продолжительное время. И какого-то эффекта от него такого, видимо, я никогда не замечала. Поэтому сейчас я вам про это уже скажу, что эффекта такого особого от него нет. Поэтому не совсем понимаю, зачем он нужен. Дальше мы берем тональную основу. Это Stay Matte. Написано, что у него 2-4 часа стойкости. Не знаю. Написано long lasting, без масел, full coverage. То есть у нас полное покрытие. И для всех типов кожи 38 мл. У меня 402 тон бежевый. Я покупала вчера. Это у нас в Минске в Миле. И был только 401 и фарфоровый, и 402 бежевый. Не знаю, есть ли у них еще оттенки. Но, в общем, как-то в Миле у нас вообще стало очень мало ламель. Не доехала я до Золотого Яблока, чтобы купить того, чего мне не хватало на сегодняшний обзор. Но давайте посмотрим, что будет. Я его вчера посвочила на руке, когда пришла домой. В принципе, да, покрытие есть. И, кстати, он ароматизированный. Поэтому, если вы не любите ароматизированное тональное средство, то, ну, подумайте хорошенько. Придите в общем магазине, если там есть тестеры, то вот просто понюхайте, как вам аромат. Потому что я знаю, что есть люди, которые просто не переносят тут ароматизированные там тональные средства, пудры. И я могу понять. Сам по себе, само по себе тональный средство такое кремовое. То есть он вот как крем такой плотноватый по консистенции. Вот так выглядит мое лицо уже с тональным кремом. Я поднаслоила. Причем даже два раза я добавляла тональный крем. Я не могу, к сожалению, согласиться, что это full coverage. То есть не полное покрытие. То есть вот мои проблемы. Он не доскрыл. Да, он выровнял тон лица. И, в принципе, 402 оттенок. Неплохой. Мне очень понравился оттенок. Он приятный по консистенции. Такой, знаете, кремовый. Но все-таки здесь немножко нам слукавил производитель касательно его перекрытия. И он не такой кроющий, как нам бы с вами хотелось. Но пока он ощущается не неприятным. То есть приятным на лице. И, в принципе, приятно его было наносить. И он еще пока, мне кажется, не зафиксировался. Поэтому он немножко такой вот светящий. С такой вот подсветкой. Но на самом деле это точно не праймер. То есть он такой вот. Я вчера его тестировала на руке. Посмотреть, какой у него будет финиш. Как он будет перекрывать. Знаете, когда вы тестируете вот здесь вот на руке. И у вас такая здесь классная кожа. Ну, по крайней мере, мне нравится моя кожа на руке. И вам кажется, вау, вау, какое тональное средство. А потом вы начинаете тестировать на лице. И как бы вообще не совсем не то. Но давайте перейдем пока дальше. Перейдем к консилеру. Но на этом консилере написано, что это три в одном. Это и консилер, и корректор, и база под глаза. Так, с вами будем сегодня ее и использовать. Называется он Camouflage Super Cover. И это линейка Insta. На самом деле у нас сегодня будет несколько продуктов из этой линейки. В общем, была такая, мне кажется, прошлым летом линейка. Блин, запуск был такой у Lamelle. Вот. И я посмотрю, что некоторые продукты оставили в постоянной линейке. Они все еще продаются. Так, мне очень нравится аппликатор. Он жестковатый. Я сейчас попытаюсь перекрыть свои проблемы. Посмотрим, поможет ли нам этот консилер, который обещает быть и корректором. Вот так выглядит мое лицо с консилером. Хочу вам сказать, что многовато я его нанесла. И у меня такой светлый оттенок. Так, пытаюсь понять, какой у меня оттенок. 401 Perfect Nude. Возможно, нужно было купить что-то потемнее. Потому что я его многовато нанесла. Конечно, он перекрыл. Он реально немножко сгладил все проблемы, которые у меня здесь нарисовали. С течением последнего времени на лице. Он их перекрыл. Но так как его было многовато, видите, у них там слишком много перекрытия. Ну, хорошо. То есть, если он не скатается под глазами и будет, в принципе, закрепиться, будет хорошо выглядеть, то неплохо. Потому что, видите, вот мои проблемы как-то перекрылись и уже стало выглядеть все получше. Давайте перейдем теперь к скульптурированию. Самое главное, чтобы не пропустить это. Давайте начнем со скульптора. Называется Shade and Sculpt Creamy Counter Stick. То есть, реально, это должен быть не бронзер, а скульптор. Потому что некоторые сейчас выпускают скульпторы. Говорят, не выпускают по названию скульптор, а по цвету это бронзер. Здесь вот я вот по свотчу, смотрите на свотч, реально скульпторы. И я буду так инстаграмом делать, наносить сразу со стика себе на лицо. Хочется у меня сегодня такого холодного скульптурирования. И мой вот самый большой, такая самая большая претензия. Я просто недавно тестировала стики, которые выпустил Белор Дизайн. Все от них в таком диком восторге. Но, блин, ребята, вы посмотрите там на оттенки. Там, во-первых, это не скульптор все-таки, а бронзер. Это первое. А второе, то, что там очень теплый этот бронзер, скульптор. Все-таки, как вы хотите, так его и называете. Беру, как раз, искусственную кисть. Эта кисть от Lamelle. Она такая мягенькая, как раз для таких вещей просто супер. Так вот, и они классные стики. Я говорю, что молодцы Белор Дизайн, что они вообще сделали такую вещь. И она реально была нужна всем. То есть, ну, правда, на нашем белорусском рынке, если, например, вы покупаете только белорусскую косметику, то не хватало таких средств, согласитесь. Но там все-таки больше бронзер. И этот бронзер, он слишком контрастирует с оттенком румяна. То есть, там румяна очень такие холодненькие, а этот бронзер очень теплый. И вместе носить это как-то, ну, мне не очень нравится. А здесь, посмотрите, здесь вот реально такой вот оттенок холодный. Он немножко такой вот... Видите, вот он реально такой вот коричневый. Мне кажется, это прям вот цвет тени. Поэтому я, когда увидела, я не покупала себе всю коллекцию Метуза, потому что, ну, меня, откровенно говоря, не интересуют маркеры для... Маркеры для веснушек. Ну, правда, вот они мне не нужны. У меня для такого дела, когда мне хочется веснушки, у меня есть прекрасное-прекрасное средство. Это для волос от... Господи, кто? От Лореаль. Мне очень нравится. И покупать маркеры, рисовать миллион... Миллион веснушек, на это потратить кучу времени, ну, у меня нет желания. И как-то я хочу, кстати, вам сказать, что вот ламель, они еще, мне кажется, даже в прошлом году... Ну, я поговорю, опять же, про все цены в Беларуси, хотя когда, в принципе, я заказывала из золотого яблока, у меня поэтому такое же ощущение сейчас есть. Как-то в прошлогодние коллекции стоили относительно дешевле, а вот сейчас я немножко добавлю, хочу более активное скульптурирование. А сейчас я просто посмотрела на цены этой коллекции Медуза, и у меня такое ощущение, как будто они куда-то пытаются стремиться уже к такому среднему ценовому сегменту, хотя, ну, косметика классная, то есть я понимаю, они делают интересные запуски, и у них сейчас запуски намного лучше, чем те, которые были год назад. Но как-то, когда ты приходишь в магазин бюджетной косметики и видишь такие цены, ты уже как бы такой понимаешь, что не совсем это все бюджетно как-то. В общем, мне очень нравится этот оттенок этого скульптура, он очень такой мягкий и реально вот такой вот естественный, естественный, естественный скульптур. Давайте перейдем к румяна. Во-первых, я из всей этой коллекции купила первое, что я купила, это были румяна. Они в таком настоящем, не знаю, приятном для меня цвете, и я их сейчас буду набирать именно вот кистью и наносить на щеки. Очень мне понравилось, они такие мятные, не мятные, нет, не мятные, они матовые, приятные, то есть им можно сделать такой вот очень-очень нежный и очень-очень натуральный румянец. В общем, мне очень понравились эти румяна. Я тестировала их на себе, я просто не удержалась. Решила, что нужно протестировать, и мне очень-очень понравились румяна, поэтому я их не стесняюсь, добавлю. Но, опять же, хочу вам сказать честно, косметика, вот не косметика, а эти румяна, они тоже идут с каким-то определенным ароматом, как и скульптор, поэтому если вы не любите косметику с одушкой, то подумайте лишний раз, нужно ли оно вам. Все. Вот у меня такой вот, мне кажется, очень естественный румянец, но, по крайней мере, когда я румяна, я вот реально вот такая. Так как у меня нет пудры от Lamell, я взяла пудру, которая мне очень-очень понравилась, и которую тестировала недавно, это пудра от Divash Banana, это какой-то, у них прям бестселлер, и реально мне очень нравится эта пудра. Я зафиксировала все, что у нас есть на лице, вижу на себе и румяна, и скульптор, то есть пудра ничего не перекрыла, достаточно пигментированные продукты. Давайте перейдем к бровям, потому что не могу смотреть на свои брови, у меня вот такой вот карандаш для бровей, вот с такой вот интересной щеточкой, в общем, те, кто видел косметику от Rihanna, то понимает, что это закос под Rihanna. Здесь вот такой вот грифик, сейчас покажу вам, как он рисует. У меня это, кстати, талповый цвет, да, 401 талп. Давайте сейчас попробуем оформить брови, сначала давайте их расчешем. Кстати, давайте про пудру скажу пару слов. Вообще, конечно, есть у Lamell пудра. В Миле у нас, в Минске, я не видела, что продавались пудры, а пудры у них есть на их стенде в золотом яблоке, но как-то когда я там была, что-то я вообще не покупала ничего от Lamell и забыла купить пудру, соответственно, для этого обзора. Но я не слышала каких-то таких вот прям, ни от кого рекомендаций, типа вот купить эту пудру от Lamell, она просто супер, она просто вау, то есть такого я тоже не слышала. Так, здесь такой вот грифель, и для меня это как-то, знаете, как попадет. Иногда очень классно я могу нарисовать таким грифелем все брови, а иногда не очень. Но мне, так как мне сейчас очень не хватает на моем лице бровей, очень хочется бы быстрее сделать брови, потому что не хочу даже начинать макияж глаз, когда у меня не оформлены брови. И этой щеточкой она должна так хорошенечко делать, растушевывать. То есть как она растушевывает, вот смотрите, покажу вам на руке, то есть такую вот дымочку, да. Поэтому это такой интересный продукт. Хорошо, что они пытались сделать что-то подобное, как сделала Риана. Там немножко все-таки другой продукт. Здесь очень такой мягкий-мягкий карандаш. Здесь вы немножко съехали с вашей брови, и он пойдет рисовать и по... и по коже. То есть он... Вот есть очень твердые карандаши, которые вот просто они рисуют там, где бровь и то, знаете, под таким натиском. А здесь все наоборот. Здесь очень-очень такой мягкий карандаш. И он, в принципе, хорошо тушуется вот этой щеточкой. Поэтому задумка интересная и хорошо, кстати, выполнена у ламель. То есть здесь этот карандаш, я как-то сомневалась. У них есть такие же вот карандаши, как... Ну, почти есть у всех российских брендов, типа как у Виенсово, вот эти вот известные брака, какие есть у Бьюти Бомб. Так вот. И я думала, какой купить, но так как я решила, что такие карандаши мы с вами и видели, и тестировали, и все уже знают про такой тип карандашей. И, в принципе, они... У российских брендов неплохие. Они нашли, наверное, какого-то такого хорошего супа... Хорошего производителя, либо хороший завод, который делает их для... Мне кажется, для них, для всех. И они очень похожи. У меня, по крайней мере, карандаши от Бьюти Бомб и от Виенсово, о, еще очень между собой похожи. Поэтому я решила уже не пробовать такой же карандаш от Lamelle. Но вот этот карандаш мне, кстати, очень даже нравится. Очень легко им оформлять брови. По работе очень похоже, вот как на работу с помадкой для бровей, потому что делает очень легко. Во-первых, заполняет брови мягенько. И вот если подтушил, получается прям вот хороший результат. Мне очень даже нравится. Все, брови наши готовы. У меня, к сожалению, нет геля для бровей от Lamelle, но он, опять же, очень похож... У меня был гель от Lamelle, он был очень похож на фиксатор от Виенсово. Я закрепила гелем от Риуи. Вот такой вот результат. Вообще, мне он очень нравится. Результат я люблю, когда у меня такие широковатые брови. Вот они такие очень... Ну, вот просто они у меня не свои брови. Если я их бы просто, наверное, красила или сделала какое-то ламинирование бровей, то они вот так бы, наверное, и выглядели. Ну, правда. То есть, если их покрасить, то вот они у меня обычно вот на первом своем таком этапе сначала вот так вот примерно и выглядят. Это вот мои такие брови. Они достаточно такие широкие. Все. Идем дальше к палетке. Я, в общем, все тут думала-думала, на что меня сегодня тянет. Я рассматривала эту палетку. И, в общем, меня реально тянутся на какой-то розовый макияж. Я хочу сначала сделать свой отчет четырех оттенков. И, господи, такой карандаш. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть по такой вот розовой гамме. Вот такой вот есть мягкий растушевочный. Ого, какая хорошая пигментация. Ничего себе. У меня просто не то, что раз-два свотч. У меня тут полупроворот и свотч. О, боже. Так. Я в приятном шоке, потому что... Потому что такая пигментация, знаете. Здесь, наверное, видите, оставляют стыд. Мне кажется, что это больше как прессованные пигменты, возможно. Давайте, наверное, будем начинать. В общем, мне хочется чего-то сегодня такого красно-розового, яркого. Я, наверное, пойду... Пойду, наверное, в оттенок Mythology. Вот в этот оттенок. Вот в этот оттенок. И попытаюсь им затемнить складку века. Сразу скажу, что... Так, я вот дотронулась пушистой кистью до теней. Они такие немножко как крошащиеся. То есть такие неплотно сбитые. Несмотря на то, что этот оттенок очень похож на оттенок такой очень близок к оттенку кожи, его заметно, что приятно. Дальше я возьму вообще искусственную кисть. И вот этим вот Элладой оттенком попытаюсь немножко его так втушевать в кожу. То есть сделать такой очень легкий розовый у нас выход в кожу. Прям вот буквально чуть-чуть прохожусь вот по краям. Просто вот так нежно ввожу в кожу. Возможно, потом возьмем с вами хайлайтер. Здесь хайлайтером все поправим. То есть чтобы он был вообще прям такой вот здесь вот сверху у нас розоватенький. Потому что не могу придумать, куда его хочется мне всунуть в сам макияж. Поэтому давайте его вот прям на тушевку такую вот его вытянем. Так, на правом глазу я же попробовала. Давайте с вами сделаем вместе это на левом глазу. Беру самый такой вот яркий, хотя нет, не самый яркий, но такой яркий, яркий оттенок с Fino, по-моему, называется. И вот такую вот кисточку язычку, кисточкой язычком наношу вот так вот. Не тушую, а просто наношу на подвижное веко. Не знаю, что она с вами выйдет, но мне хочется вот чего-то такого экстравагантного. И я его немножко поднесла бы, потому что если бы просто пройтись по одному разу, он хорошо пигментированный. Но мне кажется, что все-таки, если мы говорим с вами про такие более яркие макияжи, то я бы прошлась два раза им. Так, все. Он у меня сейчас просто вот на подвижном веке, видите, весь занесен. Дальше я возьму опять же тушевочную кисть. И вот это вот, где у меня нет ничего, и моя тушевка в складке века, добавлю сюда вот этот арт, прям красный такой вот, да, и им попытаюсь все это стушевать. Тушеваться он, конечно, не очень хочет, он больше как пигмент, но давайте посмотрим, может, это у меня и получится с ним в тушевке пламя. Ну, в принципе, стушевал, и им же этим красным оттенком давайте мы как бы доделаем нашу форму и перейдем на нижний век. То есть я беру его так вот язычком, и пытаюсь перейти на нижний век. Так, вот что мы пока имеем, такое неоновое, красно-розовое настроение. Нам осталось оформить вот эту складку, не складку, вернее, а внутренний уголок глаза, поэтому я беру еще одну натуральную кисть, и туда я буду пытаться надеть вот этот яркий оттенок Athena, он называется. Посмотрим, как с ним пойдет дело. Переносится ли он кистью? Кисть я взяла натуральную, еще расскажу. Ну, вроде бы переносится, не прям, что прям вау переносится, но переносится, а, нет, переносится вау. Я так пересмотрела свои мнения по этому поводу. Так, посмотрите. Я не знаю, меня просто, меня так шокирует эта палетка, я никогда не думала, что бюджетная палетка, вот прям, она реально бюджетная. Я ее еще купила на какой-то скидке в мире, она стоила 40 рублей. Мне кажется, примерно сейчас же она столько стоит, и у нас в золотом яблоке. Я просто шокирована, это реально за свои деньги. Очень классная палетка, посмотрите, какой интересный. Он дуохром, он из такого серого переливается в зеленый. Просто вау, я вообще не знаю, я просто, я, я ее только палетку даже рекомендовала визажистам, потому что работать с ней, во-первых, одно удовольствие, у меня почти нет осыпаний. То есть они где-то есть местами, где я сама неправильно поставила кисть, но посмотрите. Смотрите, я просто, я, я в шоке. Я вот просто вот крашусь, и мне такой кайф. И я хочу взять вот этот тетяна Кето и нанести его на нижнее веко. Не знаю, получится ли это. У меня он такой немножко, немножко он такой, вот видите, его лучше наносить все-таки, наверное, пальцем, но не знаю, получится ли у меня. Я все-таки попытаюсь с кистью. Немножко он такой желейный, как будто вот, я поняла. И его, наверное, лучше как топпер и на верхнее веко все-таки, а не на нижнее. Нет, к сожалению, этот оттенок Афена не набирается кистью, мне его сложно переносить, как топпер, пальцем он как бы набрался, но, к сожалению, нет. Давайте я, наверное, немножко хочу еще тушевочку подправить, поэтому возьму этот оттенок. Называется он Гайя. Очень-таки интересные оттенки. И немножко вот такую сделаю, более мягкую такую тушевочку прямо уже наверх. Здесь мне как-то не очень нравится ситуация. Вот такой неоновый макияж глаз у нас получился. Сейчас я добавлю тушь. Тушь у меня, опять же, к сожалению, от ламель нету. Как-то я вообще как-то не в курсе ламельских тушей, поэтому у меня тушь Венце... Почему Венце было? Тушь Эвелин Кабаре. Обожаю ее сейчас. Она у меня в курсе из повседневной косметички. И вернусь к вам, чтобы сделать вместе губы. Все, я возвращаюсь к вам уже с законченным макияжем глаз. Я вот хочу сказать все-таки пару слов, пока мы не перешли к губам. Меня шокировала. Правда, реально шокировала эта палетка. Я надеюсь, что вам видна разница между этими неоновыми, красными, более розовыми оттенками, потому что она реально есть. И мы так и не пробовали с вами вот эту вот палеточку ультрафиолетов. Но я ее отложу, потому что я еще хочу сделать такие ультрафиолетовые макияжи. Давайте к губам. В общем, как я и говорила, мне почему-то сегодня хочется чего-то матового. И у Ламель, вообще Ламель, они, во-первых, для меня открылись впервые таким. Были открытием, когда пробовала их карандаши. У них реально очень классные карандаши. У меня такая есть коллекция. И я думаю, что у меня даже, наверное, сейчас в руках не все, потому что некоторые где-то у меня есть. Сложно найти. Я и так эти раскопала. Была счастлива, что хоть что-то достала. И моим таким последним открытием, и я, мне кажется, недавно у меня было видео про находки бюджетной косметики, рассказывала про вот эти вот карандаши. Oh My Lip Pencil. И у меня именно оттенок 416. У меня где-то еще есть такой, еще есть похожий карандаш в другом оттенке. Мне очень нравится ими заполнять все губы. И я сейчас это и сделаю, и вернусь к вам уже с макияжем губ. Кстати, буду носить карандаш прямо поверх вот этого бальзама, который у нас был. Но он просто почти впитался, поэтому как раз таки хорошо отдавать матовые губы на такой напитанные уже губы. В общем, я наставлю, чтобы вы обратили внимание, для карандаши от Lame, даже не обязательно вот на эти, которые гелевые, у них они потрясные, я согласна. Но вот обычно в дереве у них тоже классно, что для глаз, что для губ, я их просто обожаю. Как-то сейчас мне кажется, что немножко контрастирует матовость с вот такими матовыми тенями. Давайте как-то немножко нелогично добавлю все-таки поверх этого бальзамчика. Немножко освежим губы. Так, мне кажется, в раз в лучшем. И я вам говорила, что давайте еще пройдемся с сухими быстренько с вами продуктами. И у нас еще нет хайлайтера. Все-таки немножко хочу добавить скульптора, потому что скульптор это какой-то прям мега популярный. И вообще и в ТикТоке, и в Ютубе. Он реально классный. Посмотрите, тоже такой хороший оттенок. Цвет тени, то есть не оттенок загара, а вот реальный оттенок тени, и он пигментированный. Поэтому не набирайте много. И он, кстати, сыпучий, вот это минус. Не люблю сыпучие такие сильные продукты. Я люблю, когда они все же... Здесь мне немножко теперь хочется подубрать. Поэтому возьму кисть с тоном и немножко так подуберу. Так, вот что у нас получается. И теперь давайте с вами хайлайтер. И уже закончим. Хайлайтер RT Highlighting Powder. Это имелось в виду, как будто должна быть такая подсвечивающая пудра. Но это на самом деле такое, видите, реально... Давайте добавлю хайлайтер, хайлайтер. Поэтому реально давайте делать как хайлайтер. И я возьму кисть такую пушистенькую. Вот такую возьму. Одна из моих любимых кистей от Миши. И сделаю вот так вот. Так, пока очень деликатно почему-то. Хочется больше. Вот так уже получше. Ну что, вот такой вот макияж у нас получился продуктами от L'Abel. Давайте быстренько пройдемся по продуктам и их обсудим. Начинали мы с вами с праймера. Я уже сказала, что этот праймером я пользуюсь некоторое время. Видите, даже по упаковке, что его здесь не так уж и мало. И не мой любимый праймер. Поэтому иногда пользуюсь, когда не забываю. Иногда забрасываю и лежит у меня месяц нетронутый. Поэтому, честно вам скажу, просто он обещает, что он long lasting, то есть стойкость макияжа нам обещает. Эффект мейкапа. Ну, как бы, в принципе, если мы дальше наносим макияж, то эффект мейкапа не знаю, что они имели в виду. И oil free, да, действительно он легенький. Но эффекта такого какого-то особенного я от него, к сожалению, не вижу. Не могу вам рекомендовать. Тенальное средство. Не мой любимый финиш, наверное. Он и не полностью матовый. Хотя они обещают именно матовый. Стоимат, видите, он называется. Он и не полностью матовый. Он и не сатиновый. Он и не такой натуральный. То есть видно, что на вас есть тональная основа. Он не полностью перекрывающий. Он неплохой. Наверное, если у вас своя такая кожа без текстуры, то есть такая очень в хорошем состоянии кожи, он вам понравится. Мне его... Мне просто не нравится, как он выглядит на моей коже. Кожа не выглядит такой, знаете, холеной. Она, да, она видно, что, ну, как бы, в принципе, неплохо. Нам еще здесь помогущий сильно кассир. Поэтому, ну, к сожалению, нет. Не мое любимое, но неплохо. Как бы тут уже смотреть вам. В принципе, если на скидках, то я бы, возможно, купила просто как свою коллекцию. Без скидок нет. Он легкий, действительно. Плюс в нем в том, что он такой без масел. Он реально такой легкий. Кремовый. У него классная консистенция. Но прям не вау-вау-вау. Дальше у нас с вами был вот этот бальзамчик. А бальзам неплохой, кстати. Очень классно смотрится с матовым карандашом, например, на губах. Он придает цвета, как я уже сказала. То есть не ждите, что он будет прям вот бесцветный. Он проявляет свой цвет. Твердовать сам по себе. Но, в общем и целом, неплохо. Мне попался в подарок где-то, по-моему, в какой-то боксе. Карандаш для бровей. Вот мне понравился карандаш для бровей. У него классная щеточка вот этой стороны. Реально классная работающая щеточка. То есть она хорошо вам показывала, как тушует карандаш. Карандаш мне понравился, как два в одном. Тревел так куда-то едете, сложили. Вам не нужно брать себе кисточку для тушевки. Все можно сделать таким карандашом. Но, опять же, еще вопрос в том, сможете ли вы накрасить свои брови вот таким вот толстым грифелем. Все же это толстый грифель. Поэтому, если сможете, то да, почему бы и нет. Консилер. Консилер мне понравился. Консилер мне даже понравился в качестве базы под тени. Хороший консилер. Ничего он не скатался. На нем хорошо так начали на него клеиться тени. Да, это не сыграло самой важной роли в макияже глаз. Потому что тень хорошего качества. Сейчас к нему перейдем. Но и консилер тоже мне понравился. Он такой плотненький. Поэтому, если вам особо нечего скрывать, вы любите сильно подсветить, то он не для подсветки, скажем так, да. А если вам нужно что-то перекрыть, то да, пожалуйста. Единственное, смотрите, у меня был 401, вернее, есть 401 тон. Он светловат, но такой более белый, выбеливающий. Поэтому здесь, не знаю. Два стика. Мне очень понравились стики. Давайте сделаю даже вам сводч еще на руке. Буду делать уже на правой руке сводчи. Так, смотрите. Я надеюсь вам видно, потому что на правой мне сложно делать сводчи. Что мне понравилось в стике-скульпторе? Очень хороший цвет. Видите, он реально цвет тени. То есть я его втушевываю, и он не в красный уходит, а вот такая вот реально очень мягкая тень получается. Очень вам рекомендую. Бюджетный. Классный. Мне реально понравился. Но я уже сказала, что сначала... Я купила вообще первую сначала из всей этой коллекции. Купила румяна. Потому что они меня просто покорили. Так, извините за некрасивый скотч. После этого я делала левой рукой. Они матовые. Они вот втушевываются в матовые. И я набирала их кисточкой сознательно. Не точно стиком по лицу мазала, а кисточкой, чтобы сделать такого очень яркого... Я не хотела сегодня ярких румян. Но если вам хочется такого яркого, если вы любите больше румяна, а не скульптор, например, да, то вы можете со стиком нитить, потому что они пигментированы. Они потом фиксируются. И стоит такой вот матовой полосочкой. У вас не полосочка, а матовой такой вот тенью розовенькой. И очень классно смотрится. Поэтому что стик, что румяна, что скульптор я вам советую. Мне понравился. Мне и понравился вот этот вот скульптор, который называется румяна. Тоже за хороший, во-первых, оттенок. Вот здесь вот там сделаю сводч. Очень по цвету похоже на оттенок в скульпторе. Поэтому кто не любит заморачиваться именно со стиками, с какими-то жидкими продуктами, то вот эта хорошая вещь, очень бюджетная. Это 404-й тон Тауп. И это называется не скульптор, а румяна. То есть это румяна в 404-м оттенке, которая по итогу хороший скульптор. Мне не совсем понравилось, к сожалению, вот этот вот хайлайтер. Он суховат. То есть вы когда делаете сводч, вроде неплохо. Посмотрите, какой красивый сводч. То есть когда на него падает свет, очень красиво все выглядит. Но кистью он все-таки набирается как такой суховатый продукт. Поэтому не знаю, не знаю. Мы с вами в этом видео так и не попробовали еще раз, вернее, не протестировали. Ни вот эту тушь, ни вот эту вещь. Но у меня есть видео, если я не забуду, я вам оставлю здесь ссылку, где мы это с вами тестировали. Эта тушь уже почти засохла, вернее, засохла. И выброшу ее. А вот этот блеск, вернее, матовая помада, она такая, знаете, вот прям старая формула матовой помады. Вообще мне она не нравится. Держу ее в качестве подложки по тени. Вот она хорошенько будет подложки по тени. Но так вот старая линейка называется. Ньют Манкул. Ньют Мат Лонг Кластинг. Не очень. И даже не очень. Мне вообще не нравится. Карандаши. Карандаши у Lamelle все классные. Что бы вы ни купили, если вы купите вот эти вот белые, в белой упаковке гелевые карандаши. Что для губ, что для глаз. Просто бомба, просто класс. У них еще выходят периодически такие лимитированные линейки с цветными карандашами. Все, их мечтаю купить и попробовать. Потому что вот эти, это то, с чего началось мое, началось мое знакомство с этим брендом. И они мне реально покорили. И вот буквально месяца, наверное, полтора назад я нашла вот эти вот карандаши. Попробовала впервые из линейки All My Lip Pencil и All My Eye Pencil. У меня их есть несколько. Просто вот я достала эти. Классные тоже карандаши. Они еще бюджетнее, чем вот эти гелевые. И они реально классные. Даже мне больше нравятся именно карандаши для губ, потому что можно заполнить все губы. Там очень классные оттенки и очень-очень мне нравятся. Ну и к золоту сегодняшней коллекции, к палетке. Да, мы с вами не попробовали все оттенки. Я еще где-нибудь с вами буду ее тестировать, потому что меня реально покорили оттенки. Мы с вами попробовали на самом деле много. Мы не попробовали эти вот яркие, не попробовали глиттеры. Но вот эти глиттеры я как бы и не очень хочу пробовать, потому что здесь вот реально такие блестки. не знаю, мне кажется, брендам нужно уже перестать это делать, потому что только, наверное, если на лицо и, ну, тут прям такой вот глиттер, как будто, не знаю, с кофты какой-то такой, с блестяшек сняли. Вот этот я сам пыталась нанести, вот этот пыталась нанести, но он, его надо как топпер и пальцем, да, да, ну, то есть неплохо, интересно, но пальцем, кисточкой он, к сожалению, не набирается. Очень классный вот этот вот оттенок, вот этот вот, вот, оттена, который у нас доохромит, и он, посмотрите, это просто бомбезный дуохром, я не знаю, я просто влюбилась в него. Очень классные эти неоновые оттенки, хорошие тушевочные цвета, они холодные, они не тёплые. Сна с вами здесь осталась нетронутыми, вот, из которых меня интересует, это вот зелёный, вот этот вот пастельный, вот этот вот вырви глаз голубенький, и что? И вот этот ещё у нас остался нетронутый, но это не совсем, это не совсем мат, это такой мат с мелкими-мелкими какими-то блёсточками там внутри, но должно быть неплохо. Но в целом я, наверное, вам скажу, что если вам нужна какая-то классная палетка в свою косметичку, если вы вяжете свой кейс, да, который стоит недорого, но который классного качества, я бы вам её точно советовала, мне очень-очень-очень-очень понравилась эта палетка, это реально классный запуск, и я уверена, что она будет в фаворитах 2021 года у меня, потому что я уже сейчас, когда окрасилась, поняла, что точно-точно эта палетка там будет, потому что такого результата я сильно не напрягалась, просто немножко потушевала, скажем так, и получила вот такой вот результат, который мне очень-очень правда понравился, и вообще я хочу вам сказать, что я начинала своё видео с того, что я вам сказала, что цены на ламель как-то поднялись в последнее время, и ламель не кажется уже таким бюджетным брендом, но с тем, как у них поднялись цены, у них и вот эти последние запуски гораздо, гораздо качественнее получается и интереснее, поэтому, как мне кажется, всё-таки поднятие цен оправдано, оно неприятно, нам никогда неприятно, когда поднимают бренды цены на свою продукцию, но когда это соизмеримо качеству, когда вы смотрите на результат и вам нравится, вы понимаете, что да, да, то есть я готова заплатить за вот это, но чтобы вот у меня было точно так же классно, и поверьте, поверьте, когда 40 рублей, вот сделать он такую красоту на глазах, тут сильно не нужно трудиться, чтобы сделать вот это, и мне понравилось, да, тем более есть скидки, да, растёт цена, и не всегда это приятно, но на скидках вы опять же что-то можете найти за более приятную цену, и мне, в общем, мне очень понравилось, вообще такой положительный у меня отзыв на этот бренд, я бы обращала внимание на его, потому что с каждым запуском всё интереснее и интереснее. спасибо большое, что были со мной всё это время, пожалуйста, оцените макияж в комментариях, буду рада вашим рекомендациям, что нового ещё попробовать от Lamelle, может быть, что-то есть старое, но очень классное, что я пропустила, пишите просто свои комментарии внизу, рада, что вы были со мной, спасибо, что приходите ко мне на канал, снова скоро с вами увидимся, всех вас люблю, всем пока!